Забор у остановки Юбилейная появился пару месяцев назад. Участок огородили и, по некоторым данным, запланировали построить торговый центр. Магазинов здесь достаточно, заявил глава Сочи. А вот машины покупателям припарковать негде. Поэтому решено оставить землю для общего пользования. Договор аренды немедленно отменить. Потому что здесь должна быть парковка для магазинов. Местные предприниматели за свой счет согласны заасфальтировать стоянку. На это у них месяц. А вот забор мэр Сочи распорядился убрать сегодня же. Не так все просто оказалось в жилом фонде. Тем более, что заглянул сегодня глава курорта в удаленные от главной улицы уголки. И если внизу на Донской еще более-менее чисто, то вот на Гранатное и Тимирязево налицо равнодушие. И жильцов, и управляющих компаний. Люди высыпают мусор на зеленую зону между домами, а коммунальщики не могут поделить территорию и решить, кому же убирать. Анатолий Пахомов заявил, сегодня же Домоуправление должны ознакомиться с границами прилегающих к домам участков и привести их в порядок. А вот самим жителям надо убрать так называемые клетушки, огороженные сеткой при домовой территории. Ведь используются они не для выращивания цветов, а вот, например, для парковки автомобиля. Да и чистота в подъездах не всегда ответственность управляющей компанией. Ряд домов в целях снижения тарифа отказался от этой услуги коммунальщиков. Но вот самостоятельно тоже убираться не спешит. С пассивными жильцами тяжело порой справиться даже инициативному домкому. И говорю, и прошу, и помахают мне девчонки и жильцы. Но с этим бороться очень трудно, сами знаете. С нерадивыми домоуправлениями расстаться жильцы могут самостоятельно и принять на работу зарекомендовавшие себя с хорошей стороны компании. А вот в районе остановки Новая Заря чистотой озаботятся и жители соседних садоводческих хозяйств, и торгующие там предприниматели. Сегодня надо всем миром просто-напросто собраться и зачиститься после зимы, сделать комфортную городскую среду. С другой стороны, мы просто обязаны это сделать, потому что мы уже, мы город, в котором такой грязи никогда не должно быть. Потому что в нашем городе проводится много-много разных событийных мероприятий. Мы снова на Кубке Конфедерации будем представлять Россию. И от того, какой увидят город Сочи, наши гости из-за границы, они будут думать о России. Поэтому у нас нет других вариантов. Глава города заверил, что благоустройство Донской будет продолжено. К примеру, к лету в районе дома номер 100 по просьбе жителей появится современная детская площадка. Мэр поручил чиновникам уже сегодня внести эти работы в план. С благоустройством помогут и сочинские единороссы. Галина Моисеева, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.